Как мы должны относиться к нашим родителям после их смерти, когда их рядом нет? Нуждаются наши родители, когда они в престарелом возрасте в нас? Ну, в Аллахе, сумма в Аллахе, наши родители, уважаемые братья, те братья, которые потеряли папу, потеряли маму, они еще больше нуждаются в нашем хорошем отношении после их смерти. Еще больше нуждаются в нашем хорошем отношении по отношению к ним после их смерти. Некоторые думают, что папа умер, все, отношения закончились, мама умерла, нет. Еще больше нуждаются. Еще больше нуждаются, когда они покинули эту дунья, когда они перешли к Аллаху, когда они находятся в барзахе, в могилах своих. Как они нуждаются в нашем издигфаре по отношению к ним. Даже если они были салихи, даже если они были праведными. Представь, мой брат, ты находишься в темной-темной комнате. И в этой комнате нет места, кроме как для твоего тела. Нету возможности даже повернуться, поменять положение. Вот такая могила. И как только ты прощишь дуа, пророк Саллаху Алисану сказал, как ты только прощишь дуа за маму, за папу, Аллах делает просторным ее могилу, освящает ее. И они радуются, находясь в могилах. Ты вселяешь в сердца их счастье, когда они находятся в могилах. Поэтому они нуждаются в дуа, они нуждаются в истигфаре, они нуждаются в садака, чтобы ты от их имени делал садака. Подними свои руки к Аллаху, субхану ва-те-Али, и скажи, О, Аллах, прояви милостью так, как они были милостивы ко мне, когда я был в колыбели. Делай за них дуа, проси за них, Аллах, субхану ва-те-Али, прощения. Поэтому, когда сказал один раз, пришел к одному, один человек, один сахаба, пришел к посланнику Аллаха, с подвижник, и сказал, Я хорошо относился к своим родителям. Что-то осталось еще, чем я могу им помочь в могиле? Что я могу сделать после их смерти? Он сказал, да. Можешь? Проси за них дуа. Проси, Аллах, за них прощения. И поддерживай родственные отношения, которые не поддерживаются, кроме как через них. Если это папа с его братьями, с его сестрами, с его племянниками, если это мама с ее сестрами, с ее братьями, вот это отношение поддерживай. И ты дашь, и сделаешь для них благо в их могиле. Аджиб, тут удивительно, братья, да. Подошел человек, говорит, Субхану ва-те-Али, не насладился еще хорошим отношением к родителям, они умерли, я еще хочу дальше продолжать. Есть ли что-то? Вот это сказал, саллаллаху алейху ассалям. Он пришел, когда Аллах испытал его потери своих родителей. Юфкит. Он их потерял. Может быть, была комната, где находилась его мама, открывает, а ее там нет. Может быть, видит вещи, которые принадлежали его отцу, которые он должен надеть на работу, но никто их не одевает. Может быть, ему кажется, что кто-то, папа, когда приходит в дом в этот момент после работы, открывается дверь, ждет, думает, папа пришел. Но его нет, он потерял их. А что я могу сделать для них после их смерти? Вот эти вещи сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. Поэтому, как говорят ассаляб, как говорят сахабы, кто прочитал намаз и после этого сделал дуа за своих родителей, этот человек поблагодарил Аллаха и поблагодарил своих родителей. Прочитал намаз. До хочу сделать дуа. Когда между Аданой и Камомыз демен вы дуа за своих родителей. Когда перед Ифтаром сделай дуа за своих родителей. Вал buy, брат мой, они ждут тебя. Они ждут, когда мой сынок сделает дуа за него. Освяти их могилы. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, в могиле, будучи барзахи, верующие будут подниматься доражать, вверх доражать степень, выше степень рая, рая еще выше. И тогда они с удивлением скажут Откуда это я, Раби? Это дуа твоих детей после твоей смерти Они сейчас делают дуа, я возвышаю тебя, Субханаллах Какая великая награда, какая великая милость Аллаха, Субханаллаху и Таалла Поэтому человек думает, если умерли его родители, все закончилось Нет, хорошее отношение к нашим родителям Пока не встретимся с Аллахом, пока мы не уйдем из этой жизни То, кто думает, что если родители умерли, мы не можем ничего для них благого сделать Этот человек глубоко ошибается Поэтому пока мы не встретимся с Аллахом, Субханаллаху и Таалла Мы должны делать для них, Альхамдуллах, вот эти благие деяния Они нуждаются, наши родители, которые ушли из этой жизни Они нуждаются, чтобы мы просили за них прощения И это прощение, наша дуа, иншаллах, принять с Аллахом И Аллах проявит по отношению к ним свою милость, будучи в могиле Они еще больше нуждаются в твоем хорошем отношении после смерти, нежели при этой жизни Хорошее отношение после смерти к своим родителям, это более искренне Потому что в этой жизни может так быть, когда много братьев, сестер Кто-то из сыновей что-то делали своих родителям, чтобы показать свою вот эту красоту Своим братьям, смотри, какое я по отношению к своим родителям Может быть, это быть неискренно Может быть, он хочет, чтобы его родители похвалили Но когда они ушли из этой жизни, нету ничего, кроме твоих рук, дуа, твоего сердца И Аллаху Субхану Ва Таале, никто об этом не видит Никто это не видит и никто это не знает И как ты относился к своим родителям после их смерти Так же твои дети будут относиться после твоей смерти по отношению к тебе Когда ты будешь лежать в могиле Если ты вспомнишь своих родителей Некоторые забывают через несколько лет о своих родителях Делай даже за них дуа Если ты вспомнишь о своих родителей Так же Аллах подчинит тебе тех людей Направит тех людей, которые будут тебе вспоминать дуа Когда ты будешь лежать в могиле, дорогой брат мой То есть то, что ты посеял, то и ты пожмешь То, что ты сделал, то и получишь Хорошее отношение с близкими родственниками родителей Самое первое, кому хорошее отношение должно быть Если отец твой умер, у тебя остались младшие братья Сироты они считаются Хорошо относись к ним Субханаллах, недавно приходила одна сестра в мечеть Говорит, у меня есть братья и сестры по отцу Но я единственная дочка от другой жены моего папы И мои братья по отцу и его супруга не любила мою маму И у меня никого не было, кроме моего отца Они не признавали меня И когда он завещал мне какое-то имущество И когда умер мой отец Меня отдали в детдом Потом через какое-то время они приехали за мной Я обрадовалась, думала, что приехали за мной мои братья Это в наши дни, вот сейчас, до Рамадана приходила эта девочка Говорит, они меня взяли, вывезли в лес, избили меня Заставили переписать то, что отец на меня написал И вот так меня бросили Еще меня пугают Субханаллах, это твой папа Как ты хочешь хорошее отношение сделать своему папе в могиле Твой папа любил свою дочь Твой папа любил своих детей И ты должен, Субханаллах, любить того, кто любил твой папа Этот Ятим, этот сирота остался без того, кто защищал его Этот сирота остался без того, кто хорошо относился к ним Кто говорил ему благие слова Как же он нуждается сейчас в старшем брате Он нуждается сейчас в старшем брате, который заменит ему потерю отца Будь тогда, уважаемый брат, таким, который смог бы заменить отца для своих младших братьев По отношению к своей маме По отношению к своей сестре, которая потеряла маму Будь, замени старшая сестра Замени маму своей сестре Она сейчас нуждается в тебе Поэтому ученые говорят Вы знаете, хадис, то, что пророк Мухаммад сказал Я и тот, кто держит сирот, со мной будет на таком расстоянии в раю И указал на указательный палец и на средний палец Рядом со мной будет в раю То есть тот, кто следит за сиротами Пророк Мухаммад был сиротой Аллах в Коране говорит Аллах тебя застал сиротой И сам тебя поспитал Сам тебя за тобой смотрел Имам Шауке сказал Ты упомянут в Коране как сирота Я Мухаммад И как прекрасен тот жемчуг, который скрывается в глубине сироты То есть ты берешь сироту по голове и вылажишь в твои грехи Аллах прощается А что уже говорится за хорошее отношение Поэтому ученые говорят Хорошее отношение к сиротам делится на несколько видов Самое лучшее отношение к каким сиротам? Аль-Ятимуль-Кари Близкие сирота Например, до несовершенного возраста То есть отец умер, есть старший брат, который совершеннолетний Остались младшие братья Они сироты, потеряли отца Когда они еще не в возрасте, не созрели еще То есть не достигли этого возраста И вот это отношение к своим братьям Это самое лучшее отношение по отношению к сиротам Не просто сирота, он твой еще брат, он твой близкий Поэтому Ак-раб и к-раб и к-раб и к-раб и к-раб и к-раб Поэтому если младшие сыновья, братья потеряли отца То они нуждаются Может быть, отец им что-то советовал Сейчас нет отца, нуждаются в твоем совете старшего брата Отец улыбался в их лицо Будь так же, как твой папа Так же относи к своим младшим братьям и сестрам Замени им папу Дай прочувствовать, что у них есть старший брат Поэтому Относиться к тем родственникам, через которых нет родственников связи, кроме как через них Суляту ахли вуддюль валидейн миналь архам Так же относиться хорошо к другим родственникам К дяде, к тете, к брату отца, к брате мамы, к сестре по отцам, к сестре мамы Навещать их, созваниваться с ними Какие-то подарки дарить Это хорошее отношение по отношению к твоему отцу после их смерти Это хорошее отношение к родителям после их смерти Как сказал Бог Мухаммад салаллаху алейхиму ассалям Самое лучшее хорошее отношение к своему отцу Если после его смерти ты поддерживаешь отношения с теми людьми, которых любил твой отец Поэтому известная история Абдуллах ибн Умар Сын Умар ибн Хаттаба Абдуллах, один раз, когда он был в пути из Медины в Мекку Увидел одного арабий Увидел одного бедуина И когда он увидел, разговаривался с ним То есть раньше не было видеокамер То есть не знали, что это Амир ибн Му'менин, сын Умара Этот бедуин сказал Мой отец был другом у Умара ибн Хаттаба То есть хотел сказать, что мой отец был другом Умара ибн Хаттаба Не зная, что это сын Умара ибн Хаттаба Тогда Абдуллах ибн Умар слез со своего верблюда Поцеловал его в голову, снял свою чалму Намотал на его голову эту чалму Поцеловал его Отдал ему верблюдицу и все имущество, которое было на этой верблюдице И потом, кто были рядом с ним, Субханаллах, удивились этому То есть зачем ты ему отдал Почему ты ему отдал верблюдицу, рахмик Аллах Почему ты ему там мог бы какой-то маленький садака дать На что он ответил Этот человек, его отец был другом Умара ибн Хаттаба еще в джахилийские времена И я слышал, как постанник Аллаха сказал Самое лучшее отношение к своему отцу после его смерти Это хорошее отношение к друзям, к детям, друзей твоего отца Сказал пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям Поэтому, когда ты приходишь к ним Ты видишь, может быть, его сыновья Говорят то, что мой папа был другом твоего папы Вспоминают, как твой папа приходил к ним в гости Красивые времена, которые они проводили вместе Хорошее слово о нем говорит Дуа за него делает Поэтому в этот момент, альхамдуллях, должен еще больше проявлять ихсан Еще больше проявлять доброту Альхамдуллях по отношениям друзьям и сыновьям, друзей твоего отца Также давать садака нуждающимся Ятиму, Мискину Видишь вдову, видишь Ятима, видишь Мискина В этот момент вспомни своего папу, который ушел из этой жизни Может быть, твой отец оставил тебе много благ, уйдя из этой жизни Каждый раз, когда ты что-то ложишь, какую-то сумму в карман Помни то, что это по милости Аллаха, потом по милости Твоего отца по отношению к тебе Из этой суммы дай тому, кто нуждается Вспомни, как твой отец при жизни возвращался после работы, приносил еду Эта еда всем хватала, всей семье Еще соседями делились, гостей угощали Вспомни свою маму в этот момент, когда ты видишь нуждающийся перед тобой человека Который нуждается в пропитании Вспомни свою маму, как она своей рукой приносила тебе еду и клала это на стол Как ты из ее руки кушал ту еду, которую она готовила для тебя С таким намерением дай садака от их имени Будет им награда великая в день суда Будет награда им великая в их могилах Осветится их могилы, простятся им их грехи И ты вселишь радость в их сердца Даже в тот момент, когда они не рядом с тобой, а когда они в могилах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok